Добрый день, с вами Ирина Багнёк и канал Усадьба Багеры. Сегодня я хотела рассказать вам о различных видах суккулентных растений. Названий их я, к сожалению, вам не скажу. Часто их зовут седум, потом каменная роза, еще различные. Но когда мы их покупаем или где-то берем, не всегда понятно, как они будут свисти. Хотя это и видно на картинках, но не всегда все-таки понятно. А также, как они будут вести себя в саду. Вот это я хочу показать, может, будет кому-то это интересно. Значит, вот первый вид, который хочу показать, значит, цветет. Вот он так прекрасно, на низеньких, что характерно и актуально, на низких таких цветоносах. Вот таким образом выглядит чем-то, напоминая кораллы. Если он у нас в тени, он не в тени, они все растут на солнце, но чуть-чуть затенен, он более зелененьким. Если он находится на солнце, чем больше солнца, тем более красноватый оттенок у него получается. Очень интересный. Также я расскажу, как их все посадить. У всех есть нюансы свои. И вот поэтому мы по ходу просмотра будем некоторые отсоединять и потом посадим все. Значит, вот этот, как его можно посадить? У него длинные такие сами стебельки. Вот здесь видно, что он крепится. Мы обрезаем аккуратненько или обламываем вот эту часть. И то, что осталось, иногда она бывает уже чуть-чуть с корнями. Вот корни у нас низкие, очень маленькие. Вот таким образом мы его взяли. Вот у нас один отломился сам, но он тоже приживется. Я покажу, как его посадить. Вот это первый, который мы возьмем с собой. То есть выбираем тот, который без цветов. Потому что очень часто та ветвь, которая цветет, она потом отомрет. Она не будет. Поэтому если мы сейчас возьмем с цветком, то возможно она укоренится, но это будет ненадолго. Если не успеет дать боковые побеги, то она, скорее всего, погибнет. Поэтому берем то, что вот небольшие. Можно даже у таких видов просто отломить один, и он тоже даст корешочки. Главное, как можно длиннее у него вот стебелек. Чем он длиннее, тем легче нам будет укоренять. Когда будем сажать, покажу почему. Значит, вот этот вид такой. Потом вот один из видов еще вот такой. Это довольно компактной формы. Вот он вот так растет, нарастает такой горкой. Вот нарастает такой горкой. Цветут такие виды почти все одинаково. То есть цветонос, у которого постепенно вот так вот зацветают. Так как постепенно, декоративности мало, цветок вот такой. Но они не цветут все вместе, они цветут постепенно. Именно поэтому. Так, значит, тот, который цвел, вот, он уже, собственно, практически его там и нету. То есть он отмирает. А растут боковые детки. Значит, очень часто все эти суккулентные, они вот так вот нарастают горкой. Вот почему так получается? Потому что вот материнское растение, и вот на веточках оно дает новые детки. Вот, когда оно маленькое, это выглядит вот так красиво. Когда оно уже большое, то оно каждое дает, и вот так вот нарастают. В основном такие. Я покажу вид, который чуть-чуть иначе себя ведет, но в основном они вот так. Вот, значит, их размножить очень легко. Вот это вот просто надо вот так отрезать. Вот, вот что мы должны получить. Здесь уже есть маленькие корешочки, но вот этот стебелек нам тоже важен. Берем тоже с собой. Иногда вот в этих вот нарастающих их можно вот так вытянуть даже. Вот он. И он там уже отделяется сам. Вот мы его. Ну вот потеряли. Вот. Вот он. Вот мы его вытянули. Вот берем с собой. Так, идем к следующим. Следующий вот такой. Вот такой вот замечательный. Цветет такими желтыми звездочками. Цветут они уже не так, как предыдущий по очереди, а более массово. Поэтому очень красиво, когда это большие полянки, очень красивый. А сам, он, наверное, один из самых низкорослых. Сам он очень низенький. Вот такой вот. Вот так выглядит всегда и вот так с цветами. Его взять тоже очень легко с собой. Так же выбираем что-либо без цветов. Вот так вот подкапываем и забираем. Или можно отломить. Вот тут вот отрезать. И тоже этого будет достаточно. Сейчас мне его не надо пересаживать, так что я не буду это делать. В общем, очень похож на самый первый вид. Так, теперь посмотрим, что еще есть и как они еще выглядят. Бывают различного вида, различного цвета. Вот, например, такие мохнатенькие фиолетовые цветут. Опять же, вот они похожи все одинаково. То есть все вот по одному. И вот так. Бывают более крупные. Вот. Они более декоративные. Даже пока еще не зацвели. Но примерно так же цветут. Вот. Все они таким же образом отделяются. То есть вот у него там есть стебелек, который надо отрезать. Или аккуратно оторвать. Но аккуратно, потому что можно вырвать материнское растение. У него, у них очень маленькая корневая система. Так что вот мы его так отрежем и можем взять с собой. Вот. Теперь пойдем посмотрим еще некоторые виды. Вот мы дошли еще до одного вида. Значит, он вот так цветет. Похож тоже на звездочки, чуть-чуть иначе. И вот таким образом выглядит. Тоже как кораллы такие. Отличие от самого первого, что мы смотрели, в том, что сами даже веточки длиннее. Растет очень быстро. То есть заплетает очень быстро все. И у него выше сами цветоносы. Вот они иногда прямо огромные. Вот. Поэтому это надо учитывать, когда вы их высаживаете в саду. Где вам надо, чтобы были такие высокие. Где пониже. Разрастается очень хорошо. Так же он. Вот у нас отломлена одна. Вот можно ее посадить. Или так же можно откопать кусочек. Или вот этот. Отрезаем, отламываем. И приносим, сажаем. Почти все, буквально некоторые я покупала. А вот этот вид, и самый первый, и с желтыми звездочками принесла с речки. Таким образом размножив. Вот. Этот берем с собой. Бывают очень интересные виды. Тут его видно плохо. Но он, хоть этот вид и не зовется каменной розой. Но больше всего, на мой взгляд, похож на розочку. Пытаемся вот так его крупным планом снять. Вот. Тут у него красота. Ну, вам и у многих красота не в цветении, а именно в их внешнем виде. Их точно так же мы отделять можем. Вот эту вот. Вот мы ее раз. Вот. То есть вот эти веточки нам нужны. В них будут корешки будущие. Ну, и немного корней. Тоже это берем с собой. А сейчас об одном моем любимом виде. Вот. Чем он мне нравится? Во-первых, он мелкий. То есть он, если растет крупнее, то буквально еще в два раза. Вот такой вот. И это максимум. Во-вторых, у него, он хоть и нарастает вот так вот горкой, но потом каждую детку свою он не выращивает на ниточке. То есть буквально вот она вырастает на какой-то ниточке, ниточка обрывается, и они потом вот так сами скатываются, падают и сами укореняются. Поэтому у этого вида меньше всего получается таких горок. Потому что они скатываются и размножаются вот таким образом. Вот они расходятся. Поэтому, например, на склоне это очень хорошо. Они вот так вот. Вон, та анюсенькая, ее, наверное, даже не будет видно. Они сами вот так размножаются на большей территории. Тут их просто буквально берем, они уже не держатся. Вот мы их несколько возьмем. Я покажу, куда их посажу и каким образом. Вот. Так, ну а теперь идем их сажать. Ну вот. Вот наша добыча, так сказать. Сейчас мы их посадим. Значит, самые последние, которые вот сами разбегаются и укладываются, мы посадим. Вот они у меня уже есть, а здесь нету. Значит, здесь земля. Земля должна быть хорошо дренирована для всех. То есть, можно добавлять песок, камушки и сейчас вот покажу в процессе и дальше расскажу. Значит, землю мы тут добавили, полили. И, собственно, вот эти вот, с ними совсем просто. Вот так вот их добавили, куда нам надо. Полила я сначала, потому что, когда уже поливать потом, они могут разбежаться куда-то в стороны. А так вот. Вот таким образом. Все. Еще сверху такие вот, в таких, в мисочках, в горшочках или в земле, если ровная поверхность, то хорошо бы сделать дренаж, который сверху. То есть, для них очень хорошо, для всех суккулентов, у них может загнить прикорневая шейка, поэтому хорошо добавлять камушки, если ровные поверхности. Поэтому вот сюда можно добавить мелких камушков и будет и красиво, и для них полезно. Вот. А если, вот как у меня горка, вот, то здесь уже камушки можно не добавлять, потому что влага сама стекает и это проще. Значит, я забыла лопатку, но это не страшно. Значит, что мы делаем. Вот сначала мы посадим вот эти вот молодила, которые имеют вот эти вот ножки наши. Буквально чуть-чуть это двинули. Полили эту ямку и вот так утопили эти ножки, вот так присыпали землей. И можно даже, чтобы они никуда не делись, прижать камушком. Вот так это осталось отсюда. Вот. Теперь вот эти. У этих тоже длинный стебель. Их чуть позже в другое место. Вот. Теперь дело вот этих. Вот тут у нас есть ямка. Полили, положили. Вот это, которое у нас практически без черешка и без корней. Также вот так вот воткнули, чтобы она была. И немножко присыпали земелькой с камушками. Собственно, на этом все. Вот. На склоне есть опасность, что они могут смываться водой или сползать. Поэтому часто прижимаю камушками. Можно мелкими, можно крупными, разными. Вот. Будут камни, и они не поползут вниз. Так. И вот этот, который мы не планировали, но он сам. Его вот здесь. Также малюсенькую. И для них даже не нужна лопатка. Малюсенькая ямочка. И его туда утопили. Вот. Все. Особый полив им не нужен. Значит, если на ровной поверхности, то мы дренируем сверху мелкой галькой, камнями. Песок можно добавлять. У меня здесь земля, как видите, с большим количеством камней. И всего подобного. Вот. Поэтому здесь не нужен особый дренаж. Вот эти я посажу. Вот тут вчера как раз сажала. Такие вот еще сюда их добавлю. Вот. Им даже не всегда нужно копать ямку, так как им немного надо совсем. Вот. Из них очень хорошо делать всякие бордюрчики, всякие композиции. Вот. Вот. Вот немножко посадили. Но буквально к концу лета, вот это вчера я сажала здесь на склоне, это сегодня, те сегодня, к концу лета, это будут уже вот такие вот, так сказать, полянки. У этого самые длинные черешки, их можно чуть-чуть еще полить. С поливом не переусердствуйте. И самое сложное для них, боятся, что часто могут зимой замерзнуть, но они на самом деле не замерзают, им более опасны не низкие температуры, а влажность. То есть наши, когда осенью у нас дожди, влага, то есть при низких температурах повышенная влажность, это им вредно. Поэтому или вот сажаем их на склонах, на альпийских горках, или по возможности осенью надо будет вокруг них убрать, если остатки какой-то листвы, еще чего-то, что будет загнивать. То есть добавить камушков, чтобы они не загнили от влажности, чтобы не было влаги лишней. Ну вот, собственно, немножко о наших красивых помощниках. Они очень неприхотливые, с ними легко управляться, хорошо подавляют рост сорняков, как видели, вот в тех цветущих видах. Можно к ним еще подойти. Вот, вы видели склон, где у меня еще ничего нет, и сорняки растут, и также вот склон, где они растут. Сорняков там почти нету, они хорошо помогают. Одни держат склон, одни вот таким образом. Вот, так что подписывайтесь на канал, узнаете много нового. Удачи! Удачи!